МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал ТДК-42, программа «Итоги недели». В студии для вас работает Олег Великий. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях уходящей недели. И вот, что вы увидите. Вернуть пенсии попросили у депутатов областного мыслехата постояльцы дома престарелых. Трафаретные отпечатки с рекламой синтетических наркотиков появились в Уральске. Этой зимой бесхозные дома рискуют остаться без отопления. Родители учеников 4-й школы требуют снести учебное заведение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Западно-Казахстанскую область посетил премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов. В рамках рабочей поездки он провел встречу по вопросам развития газовой отрасли Казахстана. Карим Масимов отметил, что, несмотря на позитивную статистику, в этой сфере остается ряд нерешенных проблем. Также глава правительства посетил ТО Кублей и встретился с общественностью региона. Помимо этого он проверил работу Международного аэропорта Урал и оценил ход реконструкции автодороги Уральск-Тоскала, граница Российской Федерации. После чего председатель правительства дал поручение улучшить состояние трасс области. Подробнее в сюжете Романа Копняева. Аэропорт Уральска был построен в 1972 году. Взлетно-посадочную полосу здесь привели в порядок еще в прошлом году, но здание аэровокзала нуждается в реконструкции. Карим Масимов особое внимание уделил вопросам безопасности стратегически важного объекта. После этого глава правительства ознакомился с ходом строительства трассы Уральска-Тоскала, граница Российской Федерации. Здесь ему доложили, что в области состояния дорог худшая по стране. Остается еще три района, не имеющих асфальтобетонного соединения с областным центром. Это Косталовский, Джанебекский и Буковердинский районы. Мы со своими коллегами с Министерства Министерства развития прорабатываем эти вопросы. В настоящее время получили одобрение Министерства по разработке проектно-смертной документации на участке дороги от Жалпахтал до Косталовский. Порядка 60 километров. И это дало бы нам возможность уже планировать на выделение средств в следующем году и продолжение ремонта на данном участке. В текущем году на реконструкцию и ремонт автодорог местного значения выделено 6 миллиардов тенге. На эти средства планируется отремонтировать 120 километров дорог местного значения. В республике большинство дорог ремонтируется по программе Нурлыжол. В этом году по стране сдадут в эксплуатацию 800 километров дорожного полотна. Здесь 84% республиканских дорог в хорошем или удовлетворительном состоянии. Однако, Тарин Куриканович, 74% местной сети дорог в неудовлетворительном состоянии. И, как уже отмечал, действительно, это один из худших показателей по республике. С 2013 года на строительство, ремонт, содержание сети автодорог республиканского значения по области выделены средства в размере 26 миллиардов тенге, в том числе в текущем году порядка 10 миллиардов. Так, за прошедший период реконструировано и отремонтировано 665 километров, что составляет 48% от всей сети дорог республиканского значения по области. Это дороги Уральска от Рау 303 километра, Уральска граница от Тюдунской области 1060 километров, а также построен мостовой переход через реку Урал с обходом города Уральска. В текущем году на реконструкцию и ремонт содержания сети автодорог выделены средства в 10 миллиардов 100 миллионов тенге. Премьер-министр дал поручение профильным министерствам и госорганам принять меры по улучшению ситуации. Стоит надеяться, что дороги региона все-таки приведут в порядок не на словах, а на деле. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Западно-Казахстанской области в этом году идет ремонт 40 километров инженерных сетей. Аким области Алтай Кульгинов побывал на объектах, ремонт которых проходит по программе Нурлыжол. Как заявил глава региона, модернизация инженерных сетей позволит бесперебойно обслуживать треть населения нашего города и значительно улучшит инженерную инфраструктуру. Также Алтай Кульгинов призвал подрядчиков ускорить темпы работ. Ведь если объекты не будут сданы вовремя, им придется выплатить штраф за сорванный график. Или куда хуже, они могут и вовсе лишиться права участвовать в тендерах. В этом году на ремонт коммунальных сетей в Уральске выделено 2,5 миллиарда тенге. За эти средства идет реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Объекты Нурлыжолу 10 объектов, 9 в городе, 7 объектов. Это объекты, связанные с тепловодоснабжением и водоотведением, и 2 объекты, связанные с непосредственной подачей тепла и горячего водоснабжения. Это ТМ-7, ТМ-8. На всех объектах сейчас ремонтной работы ведутся. Перед подрядными компаниями поставлены задачи все работы закончить до начала отопительного сезона. Акимобласть Алтай Кульгинов заявил, что по окончании масштабных работ треть жителей города будет питаться от сетей, которые пройдут модернизацию. Вы сейчас только 50% сделали. Вам нужно до отопительного сезона, где-то у нас месяца полтора осталось. Успеете? Конечно, успею. Вы не ждите октября? Нет, я как труба пройдет 426-я, я только в ожидании трубы был. За это я разработал трубу. А, то, что у нас не производит эту трубу, да? Мы искали эту трубу, не нашли. Я знаю, у нас спиральшовную такой трубы нет. На Примашовную согласовали. Примашовную согласовали? Согласовали. Кто должен согласовать? Мы должны. Вы согласовали? Авторский надзор. Автор? Автор тоже согласовал? Все согласовали. Технадзор. Посмотрели, да, вы? Ну, если вас его не даем, то, конечно, авторский надзор. Ну, понятно, вы же контролируете. Если подрядные организации не будут укладываться в установленные сроки или сделают работу некачественных, не будут приниматься серьезные меры, заявил глава региона. Это штрафы и отстранение от работ, которые проводятся за счет бюджетных средств. Но большое внимание уделяется и качеству. Здесь очень важно уплотнение, потому что завтра, чтобы грунт не просел, мы же будем асфальтировать. Мы очень внимательно к этому относимся, поливаем, послойно уплотняем. Но при этом технику безопасности соблюдать. Обязательно. Здесь сколько метров мы копали? Глубина. Здесь у нас 3 метра. Всего протяженность 4 километра, да? Всего 4 километра. 4 километра? 4. Осталось километр, грубое, осталось километр. Вы 3 уже положили? Да, 3 положили. Так, а на той стороне мы 2 километра канализацию поменяли? 2 километра канализации, все заменено 100%. Тоже ПГС уплотнено? Все, ПГС уплотнен и там все. Капитальный ремонт идет на 14 улицах города. На это выделено 3,7 миллиарда в тенге. Также из местного бюджета выделено 555 миллионов тенге на ремонт и благоустройство 30 дворов. Роман Копняев, Дориан Дюсимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Заморозить жителей бесхозных домов предложили в ЖАИК «Теплоэнерго». На сегодняшний день в городе насчитывается 804 дома, которые обслуживают КСК. Из них опрессовано и промыто уже 525. Однако проблем коммунальщикам доставляют так называемые бесхозные дома. Вот именно жители этих домов нынешней зимой рискуют остаться без тепла. Самое интересное, что люди абсолютно за это не переживают. Они не спешат погашать задолженность перед ЖАИК «Теплоэнерго». А ведь отсутствие долгов является одним из условий получения паспорта готовности объектов к осенне-зимнему периоду. Отныне коммунальщики намерены применять к таким домам жесткие меры, вплоть до неподключения их к теплу. Ситуация с домами, которые не обслуживают КСК, уже давно является главной болью для коммунальщиков. Решение этой проблемы из года в год становится все сложнее и дает о себе знать во время каждой подготовки к отопительному сезону. Не один раз эту проблему пытались решить, но пока результатов нет. Теперь в ЖАИК «Теплоэнерго» решили основательно взяться за этот вопрос и заморозить людей. Как вот мы сейчас в начале отопительного сезона должны им дать свой товар? То есть нет ответственного человека в этих домах, который должен принять его. Это касается всех услугодателей. И газ, и электрическая энергия, и холодная вода, и мы тепло. То есть нет ответственного, естественно, скорее всего, что мы не будем давать. Вообще мое предложение заморозить их в один год. Людей надо научить. Вот поэтому я вообще предлагаю очень жестко подходить к этой проблеме. Ее надо решать, в конце концов. Вторая проблема – это задолженность уральцев за тепло. На сегодняшний день она составляет порядка 500 миллионов тенге. Как бы ни старались коммунальщики, взыскать ее очень трудно. А все потому, как заявляет генеральный директор ЖАИК «Теплоэнерго», что у них нет на людей рычагов давления. Остается только подавать иски в суд, ну или же просто уговаривать потребителей, чтобы они оплатили долги. У нас нет рычагов воздействия на потребителей. Если газ, электроэнергию, воду могут отключить за то, что им люди не платят, то мы за тепло не можем это сделать. По закону не можем сделать. У нас нет полномочий, чтобы заходить в квартиру и отключать. У руководства ЖАИК «Теплоэнерго» уже вошло с предложением городскому Акимату о том, чтобы начать применять жесткие меры к неплательщикам и жителям бесхозных домов. Вернуть пенсии попросили старики у депутатов областного маслехата, которые на этой неделе посетили медико-социальное учреждение. Такая экскурсия для народных избранников не просто любопытство. В Дом инвалидов они приехали для того, чтобы проверить законность соблюдения прав опекаемых и увидеть проблемы, которые мешают созданию особых условий для того контингента людей, которые находятся в учреждении. Постояльцы и коллектив самого учреждения были благодарны депутатам за такое внимание к ним. Ну а то, что народные избранники услышали и увидели своими глазами в учреждении, они обязательно обсудят с исполнительными органами. Ведь проблем в Доме для инвалидов и престарелых немало. Комиссия в составе пяти депутатов областного маслехата полностью обошли медико-социальное учреждение и сами убедились, в каких условиях содержатся люди. Они здесь, в принципе, неплохие, однако проблемы все же имеются. К примеру, в учреждении недовольны поставщиками еды и одежды. Не так давно для пенсионеров привезли пижамы 1991 года. Ничего другого не осталось, как вернуть их обратно, рассказывает директор. Помимо этого, второй корпус, предназначенный для психоневрологических больных старше 18 лет, требует капитального ремонта. Ведь срок его эксплуатации практически полвека. Ремонт здесь делают, но только текущий. И то за счет спонсоров. Потому как средства для этого не предусмотрены. Также на последние годы не предусматриваются средства на приобретение сантехнических изделий, труб подводящих ежегодно. В связи с тем, что вода у нас не совсем чистая, происходит забивание подводящих и отводящих путепроводов. Поэтому они требуют замены. В прошлом году медико-социальное учреждение отметило свое 70-летие. Общая площадь территории составляет 7,4 гектара земли. За последние годы здесь высадили фруктовые деревья, которые уже начали приносить плоды. Также восстановили теплицу. Только вот теперь в ней нужно перекрыть крышу. Директор рассказывает, что снова придется обратиться за помощью к спонсорам. Еще одна проблема – это отсутствие инвотакси. Ведь в учреждении содержатся и инвалиды-колясочники. Да и в целом, по словам директора, автопарк давно изношен. Начиная от служебной машины, которая используется вот уже 11 лет, заканчивая автобусами. Конечно, хотелось бы предусмотреть бюджет. Сегодня мы об этом депутатам говорили. У нас сложность – это мы не можем привлечь на работу врача-терапевта. У нас сейчас две вакансии. Две вакансии. Ну, работают по полставкам, но на самом деле постоянных врачей-терапевт на сегодня нет. Самих пенсионеров условия проживания в учреждении, в принципе, устраивают. Только, говорят, кормят не как дома. Но в остальном все хорошо. А вот тот факт, что у них сократили пенсию на 50, а у кого-то и на 70 процентов, их просто возмущает. Была пенсия нормальная. Потом раз – и убрали. А почему? Конечно, мы недовольны. Потому что мы заработали эту пенсию, работали всю жизнь. И вдруг раз – нам не то что 50, кому 50, а кому вообще 70 процентов. Однако все же нашлись среди пенсионеров те, кто не совсем доволен условиями пребывания. Ничего хорошего здесь нет. Ничего абсолютно. Питание ни к черту не годится. Питание там они не проверяют. Надо встать на педстанцию. Надо, чтобы проверяли в столовой, как готовят. Депутаты отмечают, куда бы они ни приходили, в основном все проблемы связаны с государственными закупками. Закон о госзакупке, насколько он дополняется, совершенствуется, но тем не менее он далеко не совершенен. И вот те вопросы, которые связаны с питанием, с одеждой, с обеспечением, как сегодня сказал директор, поставка была, постелили одежды, пижама, 81-го года была озвучена. Это же что-то невероятное. Потому что это опять проблемы, связанные с госзакупками. Конечно, будем иницировать, чтобы решились эти вопросы. После всего увиденного и услышанного депутаты намерены просить у исполнительных органов областного акимата выделить дополнительные средства для решения тех или иных проблем. А сейчас настало время для традиционного финансового обзора. Его представит моя коллега Гульнара Умарова. Гульнара, здравствуй. Как стало известно, на этой неделе у казахстанцев выросли зарплаты. Так ли это на самом деле? Расскажи. Добрый вечер, Олег. Но это выросли только номинальные зарплаты всего на 13%. А что тебе говорит, например, цифра 4 триллиона, которую должны казахстанцы нашим банкам? Ну, видимо, тратит больше, чем получает. Кстати, на этой неделе посчитали, сколько должны казахстанцы банкам и удивились. Ведь казахстанцы действительно живут непосредством и больше занимают, чем получают. 4 триллиона и 5 миллионов. Что это значит в финансовом обзоре. Здравствуйте. Казахстанцы стали больше доверять финансовой системе, докладывает Национальный банк. Объем долгосрочных вкладов населения в тенге превысил 1 триллион тенге. Этому способствовали, во-первых, стабилизация курса национальной валюты, а во-вторых, укрепление доверия к банковским институтам. Что в конечном итоге позволяет гражданам более активно планировать собственные долгосрочные инвестиции. Объем депозитов в банковской системе за июнь вырос почти на 2%. И составил 16 триллионов 800 миллиардов тенге. Депозиты в иностранной валюте снизились за июнь на 1,3%, а с начала года на 12%. В результате долларизации депозитов снизилось с максимального уровня в 70% в январе до 57,6% в июне. Более 5 миллионов казахстанцев имеют кредиты. В основном это кредиты на потребительские цели. А еще наши граждане задолжали банкам 4 триллиона тенге. 13% заемщиков от общего числа имеют просроченные займы. И более 64% от всех проблемных заемщиков скрываются от банков. Добросовестными признаны всего 23%. На каждого заемщика приходится 205 коллекторских организаций. Хотя их число может заметно сократиться после принятия нового закона о коллекторской деятельности. Например, в нем сказано, что только с согласия заемщика его дело могут передать от банка коллекторам. При этом срок задолженности должен быть не менее года. А еще коллекторы не могут действовать в отношении внимания физлица, залогом которого служит единственное жилье. Инвалиды, участники войны, ветераны и инвалиды 1 и 2 групп. Пенсионеры, несовершеннолетние и лица, которые стоят на учете, психдиспансерах и наркодиспансерах. Правда, как таким выдают кредиты банки непонятно. А также заключенным, имеющим профессиональное заболевание и проходящим лечение от туберкулеза. А еще ограничены коллекторы в том, сколько раз звонить, приходить на дом и надоедать людям. В случае нарушения коллекторов ждут штрафы и тюремный срок. Отказ в кредите – это еще не повод отчаиваться, решили некоторые казахстанцы. Предприимчивые граждане решили занимать друг другу в долг. В республике заработала площадка для кредитования, правда, пока в пробной версии. На портале одни будут выступать в роли кредиторов, а другие – в роли заемщиков. Нужна только регистрация и публикация заявки. Любопытно то, что сумму возврата вы выставляете самостоятельно. При этом в рамках заявки можно получить свой персональный кредитный рейтинг от первого кредитного бюро. Если инвесторы принимают условия заемщиков, они тут же перечисляют деньги на карту. Для всего этого нужна электронная цифровая подпись. Ну и напоследок еще одна интересная информация. 10 новых профессий появятся в мире в течение 10 лет благодаря техническому прогрессу. Это дизайнеры человеческого тела, дизайнеры виртуальной реальности и биохакеры. А еще специалисты по интернету вещей и многое другое. Ученые посчитали, что 65% нынешних школьников в мире будут работать по новым специальностям. Ну а старшему поколению останется только поддерживать все начинания молодежи. Всего доброго! Родители школьников, которые до начала текущего года обучались в средней школе номер 4, а затем из-за аварийного состояния учебного заведения были переведены в другую школу, возмущены тем, что учебный год с каждым днем все ближе, а в школе, которую обещали родителям снести и построить новую, ремонт даже и не начинали. От этого они задаются вопросом, неужели им придется оформлять своих детей в другие школы, а ведь этого им совсем не хочется. Наши корреспонденты выясняли, что же будет с самой школой и где будут учиться дети в новом учебном году. Средняя школа номер 4 на сегодняшний день выглядит словно после бомбежки. Разрушенные стены, отсутствие полов и дверей. А ведь еще в январе текущего года по этим коридорам бегали дети, а в классах проводились уроки. Все изменилось в один день. Ученики были переведены в 26-ю школу. Родители, конечно, поначалу были не против, что их дети учебный год будут заканчивать в другой школе. Но теперь задаются вопросом, неужели им придется своих чат по-новому оформлять в другую школу. Многим этого не хотелось бы, ведь в 4-й школе обучение велось на государственном языке. Родители боятся, что в других школах этого не будет, да и к тому же добираться придется намного сложнее. Сумки у них большие, книг много. Все эти учебники и все вот эти принадлежности, дети, если они пешком идут, то три остановки должны идти пешком, а кто едет на автобусе, на двух автобусах добираться. Здесь прямого маршрута нет. Многие родители возмещаются. Они же в надежде на то, что дети пойдут в государственную школу, государственным языком обучения. Теперь у нас получается, мы вынуждены дать 39-ю школу. То есть таким образом ущемляют наши права в выборе языка обучения также. Но в городском отделе образования спешат успокоить родителей. Несмотря на то, что дети пока будут учиться в другой школе, для них все остальное останется прежним. 26-я школа, школа, которая обучение ведется на двух языках, это смешанная школа, поэтому проблемы не возникнет. Дело в том, что когда ученики придут в 26-ю школу, они не станут учениками 26-ю школы. Они как и были, так и останутся учениками 4-й школы. Просто 4-я школа временно арендует классный ком, то это школы. Поэтому здесь слияния школ не будет. В настоящее время уже разработан проект на строительство новой 4-этажной школы, рассчитанной на 300 учеников. Снос старого учебного заведения и возведение нового начнется в самое ближайшее время. Поэтому на следующий год дети смогут вернуться в новую школу. Уральск заполонила реклама синтетических наркотиков. Надпись «Шоколад», сделанная при помощи аэрозольного баллончика, в основном появилась на фасадах многоэтажных домов. Если люди старшего поколения не совсем понимают смысл таких объявлений, то молодежь и борцы с наркобизнесом прекрасно знают, что речь вовсе не идет о шоколаде. Полицейские также отмечают, что это не какой-нибудь новый вид наркотического вещества, а всем уже давно известная курительная смесь «Спайс». В случае зависимости людей от данного вида наркотика обретает серьезные масштабы, в том числе и в Казахстане. Данные препараты опасны тем, что вызывают быстрое привыкание, приводят к распаду личности, а в итоге – смерти человека. В полиции сообщили, что сейчас занимаются поиском злоумышленников, но есть большая вероятность того, что под видом сбытчиков скрываются обычные мошенники. Надписи «Шоколад» и «Марони», которым приписан номер мобильного телефона, появились на стенах многоэтажных домов в центре города. Полиции заявили, что это название курительных смесей. На сленге наркоманов их называют «Спайсами». Есть разновидность синтетических каннабиноидов, и одна из разновидностей – это шоколад. То, что касается этих наклеек, хочу жителям города объяснить, что мы сейчас проводим кропотливую и каждодневную работу по выявлению лиц, занимающихся сбытом реализации синтетических наркотиков. Данный телефон в настоящее время выключен и никому не принадлежит, но факты привлечения за сбыт синтетических наркотиков уже в республике у нас имеются. Единственная проблема, над которой сейчас работает Министерство внутренних дел, это введение в сводную таблицу новых химических формул. Вообще синтетические наркотики считаются дизайнерскими наркотиками. То есть любой хороший химик, как на нашем сленге говорится, на коленке может поменять любую формулу. Соответственно, этих формул сейчас, насчитывается большое количество. И чтобы их всех запретить на законодательном уровне, это большая и долгая процедура. Горожане в большинстве своем не понимают, что за надписи появились в городе. Но некоторые уже знают, о чем идет речь. Наркоту кто-нибудь торгует. Что еще можно? Как вы считаете? Нормально? Да нет, конечно, в любом случае. Надо убирать. И дети считаются, все ходят, смотрят. А вы какие надписи видите? Да знаете, честно говоря, уже давно они начали появляться. Мельком где-то замечаешь, по городу ездишь, не обращаешь внимания как-то. А сейчас вот уже все больше и больше становится. Так что уже много где встречается по всем городу. То есть в городе есть эти смеси? Да, честно говоря, понятия не имею. Не увлекаюсь, так что не знаю. Но по-любому. Я не думаю, что шоколад деткам будет продавать, на стене отписи писать. Их можно и в любом магазине купить. Медики отметили, что курительные смеси синтетического происхождения содержат похожие вещества, что и в производных конопли. Но спайсы вызывают злокачественные изменения в психике человека. При применении этого препарата, внутрь или путем курения и так далее, в основном расстраивается психотика индивида. То есть это своеобразные психозы в виде делириозных расстройств, галлюцинаторно-параноидных. То есть человек становится неадекватный, дезориентированный, галлюцинирует. Некоординированные действия у него отмечаются. В контакт вступать с огромным, с большим трудом и вывести из этого состояния достаточно сложно. Здесь уже необходимо применить комплекс мер дезинтоксикационного характера, для того, чтобы восстановить функцию психотику тех молодых лиц, которые употребляют данный вид наркотика. В Уральске уже задержали людей с курительными смесями. Но из-за того, что их составы не входили в специальную сводную таблицу, уголовные дела прекратили. Выгодно 151 правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Из них 73 уголовных преступления. По 58 возбуждены уголовные дела по факту сбыта наркотических средств. Ликвидировано 3 наркопритона, которые располагались на территории города. Выявлено 3 факта контрабанды наркотических средств. Изъято около 30 килограмм наркотиков. Полицейские заявили, что, скорее всего, за объявлениями скрываются обыкновенные мошенники. Роман Копняев, Айбуладжи Гепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Скандальная история разгорелась в дачном обществе «Авиатор». У садоводов и огородников, в домах которых стоят старые электросчетчики, начали отключать свет. Дачников неоднократно предупреждали, как уверяет председатель, чтобы они заменили приборы учета электроэнергии. Но не все приняли это во внимание. Согласно указу правительства, старые электросчетчики должны подлежать обязательной замене на более современные. Это требование объясняется тем, что показания приборов, отслуживших свой срок, далеко не всегда бывают точными. Да и потом, на индукционном счетчике есть пять способов, как воровать электричество. А это уже потери для тех, кто подает электроэнергию. Почему вы меня только отрезаете? Мы вас десять раз предупрежали. Где предупрежали? Я первый раз вас вижу. Вы кто такой? Вы на собрании. Вы кто такой? Где решение собрания? Где решение суда? Где чего решение? На каком основании? Председатель дачного общества «Авиатор» ранним утром вместе с электриком обходит окрестности дач. Сегодня их задача – отключить электричество тем гражданам, которые проигнорировали предупреждение и не торопятся менять старые индукционные счетчики на современные. Но вот дачники не понимают, почему они должны менять вполне исправные счетчики. Предупреждения не было. За свет мы платим каждый месяц. У нас нету никаких задолженностей. У нас есть бумага, в которой этот счетчик имеет право быть. Все на этом основании. А вот эти словесные просто, так называемого председателя, но это он пришел, сказал, пришел, сказал. Но мы не обязаны этого слушать, что пришел, сказал. Был бы документ, было бы другое дело. В прошлом году в дачном обществе авиатора насчитывалось 28 домов, в которых имелись старые приборы учета электроэнергии. Сейчас их осталось уже 10. Главная проблема в том, как уверяет председатель, что он каждый сезон выплачивает из кассы почти 60 тысяч тенге за потерянную электроэнергию. На индукционном 2,5, я тебе говорю, 5 способов, как легко воровать электричество. А на электронном он не сможет украсть. Не сможет. Поэтому вот эти 50, ну пусть я допускаю 10% куда-то утекло, ну не ведь 50-60 тысяч. И стаж 80 тысяч, которые мы платим за электричество, 60 на 60 тысяч воровано. На одном из собраний дачникам было предложено платить ежемесячно по 500 тенге за свет и забыть про показания счётчиков. С этим согласились не все. Некоторые садоводы уверяют, что на такую сумму не используют электричество. Если бы мы это решение приняли внутри нашего общества, и мне бы барабир были эти 2,5, или вообще счётчик стоит, или не стоит. Пришёл каждый месяц, 500 тенге заплатил. Пришёл, заплатил. Сейчас тариф поменялся, мы принимали тогда, когда это было 9, сейчас 11. Сейчас надо платить минимум с каждого домика 700 тенге, каждый месяц. Тогда мы покрываем это всё. Они отказываются это выполнять. Тогда, раз мы не приняли это решение внутри, я основываюсь на документах Республики Казахстан. Это указ правительства, который мы обязаны выполнить. Как бы ни упирались дачники, им всё-таки придётся поменять индукционные счётчики на электрические. Во-первых, это указ правительства, а во-вторых, счётчики старого образца реально подвергают опасности жизнь и имущество граждан. Ведь получая существенные перегрузки, они могут стать причиной пожара. Потому что именно в них чаще всего происходит короткое замыкание. Отсутствие контроля над детьми в местах массового укупания влечёт за собой трагические последствия. Такие выводы делают специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям. С начала текущего года из-за невнимательности взрослых в области уже утонуло четверо детей. Подробнее об этом и многом другом в кратком видеообзоре. В Уральской колонии покончил жизнь самоубийством 25-летний осуждённый. Он отбывал наказание за изнасилование 11-летней девочки и её матери, которую он совершил 6 лет назад. В прокуратуре отметили, что осуждённому дважды отказали в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении и переводе в колонию-поселении. А тем временем до конца срока молодому человеку оставалось всего два месяца. В колонии также отметили, что подобное ЧП случилось впервые за последнее время. В настоящее время мотив суицида выясняется. Директор дошкольного учреждения «Золотой Петершок» госпожа Нурилина, пользуясь своим служебным положением, присвоила себе бюджетные средства свыше 1 миллиона тенге. Из материалов дела следует, что директор садика начисляла заработную плату нескольким работникам, которые были уволены чуть больше года назад. Присваивать бюджетные средства Нурилиной помогал один из её родственников, которому, собственно, и перечислялись деньги уволенных сотрудников. К приговору Муральского городского суда директор садика признана виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности. Приговор не вступил в законную силу. В Западоказахстанской области утонули четверо детей. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям. В двух случаях за детьми не уследили родители. Спасатели отметили, что чаще всего люди тонут в местах, не оборудованных для купания. С начала года на водоемах области погибло 19 человек, 8 из которых дети. В прошлом году за аналогичный период утонуло 28 человек, из них 13 детей. Врачи областной детской больницы обследовали более 120 детей из села Березовка, где в конце 2014 года произошло массовое отравление. Это сделано по поручению Акимобласти, который посетил населенный пункт в конце июля. Специалисты отмечают, что у детей не выявлено заболеваний, связанных с токсичным воздействием отравляющих веществ. Показатели заболеваемости соотносятся с другими районами области. Уральск станет умным городом. В рамках этого проекта в городе установили новый комплекс уличного видеонаблюдения. Главным элементом нововведения назвали соблюдение безопасности на улицах областного центра. Камеры будут следить не только за нарушителями правил дорожного движения, но и за хулиганами. Новый комплекс уличного видеонаблюдения под названием Сергек уже появился на улице Шолохова в районе рынка Алтеналма. Это все, что мы хотели вам рассказать. Такими событиями была насыщена уходящая неделя. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Увидимся через неделю. Оставайтесь на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин